Иран наращивает экспорт нефти в Китай. Китайские частные нефтеперерабатывающие заводы нарастили закупки иранской нефти конденсата по итогам марта на 20% до 800 тысяч баррелей в сутки. Так дешевле, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на участников рынка. Таким образом, иранская нефть теснит российских производителей. Как Москва и Тигран поделят рынок и почему нефть в мире дорожает третью неделю подряд? Андрей Закревский, председатель правления Ассоциации нефтегаз Украины. Обсудим с ним эти темы. Андрей, здравствуйте. Иранская нефть для китайских нефтеперерабатывающих заводов на сегодня дешевле, чем российская. Насколько дешевле, насколько выгоднее импортерам и что по ее качеству? Так, я только что слушал Китая. Я думаю, что сегодня у вас, наверное, китайский день, насколько я понимаю. Смотрите, у меня есть своя позиция по поводу того, что происходит сейчас. И позиция моя выглядит очень просто. Китай будет покупать нефтегаз в зависимости от двух вещей. Первое. От суперскидок, если эти суперскидки на самом деле будут. И второй момент. Китай написал свою стратегию по избавлению от СО2 до 2050 года. И они будут двигаться по этой стратегии. Подтверждение моих слов очень простое. Например, в прошлый год, когда цена на газ в Европе шагнула очень сильно, Китай что сделал? Он откупал у России газ по дешевой цене, пользуясь своими договорами, пользуясь тем, что Россия не знала, куда его девать. И потом перепродавала его на европейский рынок аж до сентября. Как только в сентябре обозначился паритет европейской цены на газ с азиатской ценой на газ, которая тоже подскочила, Китай сразу же в сентябре перестал покупать газ из России и слать свои ЛНЖ-танкеры в Европу. Теперь и дальше. Как только Европа отказалась от российской нефти, сразу же у берегов Испании появился супертанкер китайский, который начал вмешать российскую нефть, которая поступала с прибалтийских портов, с африканской нефтью, с нефтью Ближнего Востока, бодяжить это все дело и, уходя от процента содержания УРОЛСа в этой смеси нефтяной, в ней становилось меньше 60% продавать эту же нефть на европейский рынок. То есть получается, что Китай просто-напросто торгует российским газом и российской нефтью, когда складывается хорошая конъюнктура. А вот покупает эту российскую нефть и российский газ согласно своим планам зеленого перехода, которые он поддержал. Китай понимает, что если он не будет в зеленом тренде, то его самых главных два рынка, а я хочу сказать, что рынок Соединенных Штатов и рынок Европы это под триллион долларов для Китая, а рынок той же самой России 100 миллиардов, он, конечно же, будет, как не сопротивлялся Путин, идти в сторону тех рынков, которые для него закроются обязательно, если вдруг он не будет идти в зеленом переходе. Поэтому какие-либо изменения количества закупаемых углеводородов Китаем, они возможны только лишь, как вы правильно заметили, в конкурентной ценовой борьбе между другими странами. То есть, если завтра, например, Саудовская Аравия, или, например, Катар, или еще как, или там те же самые Соединенные Штаты предложат Китаю очень дешевую нефть и очень дешевый газ, они точно так же, китайцы, откажутся от этого российского и иранского газа, или российской, или иранской нефти. Точно так же откажутся. Другой вопрос, что быть зависимым от Соединенных Штатов, им не хочется, естественно, исходя из того, что вы сегодня обсуждали. Ну, а второй момент, Соединенные Штаты лучше свои запасы потратят на корреляцию коридора, ценового коридора по нефти у себя, внутри страны и в Европе. Чем они будут задешево отдавать дешевую нефть и зарабатывать меньше на китайском рынке. Андрей, вот тут хотелось бы уточнить. Вы сказали о том, что Китай делает определенные шаги для того, чтобы сделать свою энергетику, энергосистему страны зеленой, что называется. То есть можно говорить о том, что рано или поздно Россия потеряет все равно Китай как покупателя нефти, потому что Китай просто ее не будет ни у кого покупать. Слово «ни у кого покупать» возможно только в том случае, если наши ожидания по запасам нефти в самом Китае, в том числе и сланцевой нефти, они разрабатывают все эти технологии, и удешевление добычи на шельфе, то есть покроют те необходимые потребности, которые будут и Китай до 2050 года. Но мы же забываем о том, что сейчас весь мир пытается синтезировать молекулы из водорода, и сейчас, как это не смешно, две самых продвинутых страны в мире по технологиям зеленого водорода – это Норвегия и Китай. США даже не чухалась в этом направлении. То есть они, безусловно, отстают в зеленом переходе по сравнению с Норвегией и Китаем. Только две эти страны являются странами, которые построят, например, зеленые заводы по производству зеленого метанола, по захватам СО2. Норвегия и Китай. Вот они сейчас построили. Другие страны еще пока не построили. Хорошо. Вот то, что Иран наращивает поставки нефти в Китай, в России, это как-то ощущается на рынке? Очень сильно. Вот смотрите, мы уже с вами обсуждали этот момент. Я говорю о том, что россияне на вкус постоянно, то есть они выдают то, что случилось еще год назад, за планы этого года и последующих лет. То есть они говорят о том, что мы в этом году сократим на 1,5 миллиарда, или вначале они говорили на полмиллиона, то есть теперь говорят на 1,5, на 500 миллионов баррелей в сутки. То есть, ну, вне 500 тысяч баррелей в сутки сократят, а теперь они уже говорят 1,5 миллиона сократят. Они год назад имели 10,5 баррелей в сутки на экспорт. Сейчас они имеют где-то 9,5. То есть я думаю, что к концу года я предсказываю, что они будут иметь 7,2. Самое страшное, что по цене они сейчас имеют где-то среднюю цену продажи своей нефти в районе 37 долларов. Это средняя цена, потому что нефть там разная есть. Там же есть такой восточно-сибирский нефтепровод, который там идут к морю и к Китаю. Так вот там нефть, она сама по себе очень качественная и очень дорогая. Поэтому средняя цена вложет скорее до 37 долларов. То есть они в 3 раза меньше будут зарабатывать по нефти, по газу. Вообще экспорт России сократится до 25 миллиардов кубометров газа в Китае. Все они утверждают о том, что они 35 заработать в день, я не верю. В прошлом году, когда они могли поставить рекорд и 30 миллиардов прокачать в Китай, Китай в сентябре, опять же, следуя своему плану зеленого перехода, начал устраивать технологические проверки на газопроводе сила Сибирь. И в итоге добежали до 25 миллиардов кубометров газа. И в этом году они добежат точно так же. Смотрите, Китай же не подписал договоренность по силе Сибирь-2. И это говорит о том, что больше газа не надо. А вот, скорее всего, с нефтью то же самое будет в ситуации. Я просто боюсь прогнозировать что-то в ситуации ноля с Китаем. В отличие от Путина, Синдзепинь очень прагматичный человек. Видите, даже когда нефть и газ им не нужны, но они видят возможность заработать на трейдинге российского нефти и российского газа, они зарабатывают. И вполне может оказаться такая ситуация, что через 10 лет Россия будет иметь возможность свои углеводороды продавать только через Украину в обмен на продовольствие, чего Путин начал и чем закончит, и через Китай, потому что у них есть соглашения. То есть Китай станет просто-напросто дистрибьютором российской нефти. Скажите, а кто сейчас импортирует российскую нефть? Кто ее покупает? И вообще как много у России альтернативных покупателей после введенных санкций? Ну можно сказать, кто не покупает российскую нефть? Российскую нефть единственное, кто не покупает, это не покупает Европа. То есть страны, которые поддержали Украину и вслед за Европой подчинили шестому пакету. Они не покупают нефть вообще. Единственное, что есть уловка, но она очень малообъемная. Я не знаю, ее сейчас оценивают в 6%. Есть такая вычета Газпрома, у него там есть серая зона, называется Азерс. Вот, другие. Так вот, эта серая зона был в момент 6% увеличилась в декабре, в начале января до 16%, а потом снова упала до 6%. То есть мы можем говорить о том, что где-то вот это, ну если принять, что вся эта серая зона есть в Европе, то получается, что 6% российской нефти, то есть, ну если это 10 миллионов в день, легко посчитать, что это 600 тысяч баррелей, да, то есть продается все так же на Европу. Но я думаю, что это сократится вскоре до нуля. Вот. А все остальные страны, они же как бы российскую нефть покупают, покупает Индия, покупает тоже Китай. У нас есть, как это не смешно звучит, есть Африка, которая не имеет своих перерабатывающих мощностей, покупает нефтепродукты, которые перерабатывает Россия очень примитивно. У нас есть и никуда не делись страны-сателлиты, то есть там та же самая Белоруссия, там частично Казахстан, Киргизия полностью под них легла, Таджикистан. То есть мы можем говорить о таких странах, как Панголия и Пакистан, которые тоже подъедают. Ну и один из самых сильных дистрибьюторов, конечно, нефти сейчас является Турция. Она мечется между выполнением своих обязательств перед Европой и невыполнением их. Но последнее, вот почему я говорю, что скорее всего сократится до 7,2 миллиона баррелей в сутки. Я думаю, что по мере того, как ситуация с войной в Украине будет развиваться в нашу сторону, Турция не останется с Россией. Будет занимать или свою игру, или игру за Европу. То есть я думаю, что для той же самой Турции продажа, ну и быть хабом между Европой и Азией гораздо более выгодна, чем продавать российскую нефть или газ и подставляться со своими собственными товарами, которые для Европы будут становиться некошерными из-за того, что они сделаны из российских оглеводов. А что с ценами на нефть? Почему дорожает третью неделю подряд и какая будет тенденция дальше? Вы знаете, я сделал еще год назад предсказание. На этот год, и я его придерживаюсь, что будет вилка от 70 до 90 долларов за бренд, за баррель нефти марки Бренд. И сейчас, когда я вижу, когда нефть подскакивает к цене, сразу же Америка с удовольствием раскрывает свои задачки, то есть свой резерв и выходит... Ну, когда цена становится слишком дорогой, то Америка с удовольствием распродает свои запасы, то есть зарабатывая на этом деньги, опять же, потому что она верит в зеленый переход и так далее. С другой стороны, когда цена на нефть падает, приближается к 70 долларам, то есть в этот момент Америка перестает передавать свои запасы, снижает количество своей нефти на рынок. Более того, дает поиграться, и никакие американские эмиссары не выезжают в Саудовскую Аравию, не выезжают в Объединенные Арабские Эмираты. Помните, когда цена очень сильно пошла вверх, то есть они приезжали, сам Байден и госсекретарь, вот там сидели просто-напросто без вылаза в Азии, потому что говорили, ребята, давайте цену выпускать в коридор. Но с другой стороны, коридор ниже 70 долларов тоже не устраивает на самом деле ни Америку, ни весь мир, потому что тогда невыгодным становится зеленый переход. То есть, по сути дела, Америка уже об этом заявила, о том, что они будут датировать зеленый переход внутри своей страны за счет высоких цен на нефть. То есть, и понятное дело, что слишком большое падение цены на нефть убивает зеленый переход, потому что он пока нуждается в деньгах. Услышали вас. Спасибо, Андрей Закревский, председатель правления Ассоциации нефтегаз Украины. Говорили о российском нефтегазовом рынке и о мировых тенденциях цен на нефть. Спасибо. Продолжение следует...